Про современное наставничество. Есть такая цитата, знаете, да, из «Москва слезам не верит». Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора, здесь проживает. Точно так же про наставников. Как только не называют саму систему, да, обучения взрослых. Вообще, что такое наставничество? Обучение взрослых. И наставник, и тьютер, и шеф, и лидер, и ментор, и воспитатель, и учитель, и коуч, и тренер, и вдохновитель, и опекун. И, в принципе, это обо всем и том же, да, это все примерно одинаково порядка. Вопрос только в том, почему-то здесь нет руководителя. Вот почему-то руководителя, как такового, не называют, да, наставником, хотя, в принципе, вот сейчас возвращаются к этой теме и руководителям дают в обязанности с наставниками, ну, так, функциональных этим наделяют. Ну, может быть, лет 20 об этом вообще даже не думали. И функционально у руководителя не было наставничества, то есть он свой опыт не передавал. Хотя мне нравится очень система трудового законодательства Германии. Там прям в пункте, в трудовом договоре обязательно у каждого сотрудника есть следующий пункт. Как только человек вступает в должность, он с первых дней должен подготовить, начинать готовить себе замену. Что это такое? То есть он ищет себе человека, которому он начинает становиться наставником. И ты не можешь уйти на больничный, в отпуск, в командировку, поехать учиться, переместиться по карьерной лестнице, пока ты не подготовил полностью себе замену. Вот полноправную такую, полноценную замену человека, который тебя заменит. То есть, по сути, это функционально закреплено, да, даже на уровне страны законодательно. Но понятие «ментор» пришло к нам из Древней Греции. Первое упоминание о менторстве есть у Одиссея, где он своего друга-ментора, когда ушел в поход, наделил правом наставлять своего сына. И, в общем-то, был таким хорошим унаставником. Для такой информации, что вообще наставничество за рубежом тоже называется менторство в основном. И это, можно так сказать, один из возможностей передать долг перед обществом. В Америке, например, считается, что в тебя общество вкладывалось, тебя развивали. Поэтому ты будь добр, отдай свой долг таким образом, что подготовь людей, включай себя. Ну и примерно сейчас вот даже можно, ну как вот то упражнение, да, которое было. То есть были люди, которые вкладывались в вас, да, и вы чувствуете вот то, что они вам дали, и вы несете это, и это изменило вашу жизнь. И, соответственно, и вам надо дальше передать эту эстафету, да. И представляете, ну и ответьте себе на вопрос, а хотелось бы вам, чтобы кто-то когда-нибудь примерно вот в такой же беседе вспомнил вас и сказал, что вы сделали такой вклад в его жизнь, да, и то, что этот человек благодарен вам. То есть и вот это получается, что да, мне что-то дали, и я тоже это передаю. И это очень важно, и это суть наставничества. Но почему-то мы всегда, да, в последнее время, ну как-то и не думается об этом, и не говорится, и как-то и забывается. Хотя вот это очень важно. Что еще очень важно? То есть успешным за рубежом становится только тот человек, который может передавать свой опыт, знания, быть посредником вот этой вот между прошлым и будущим. И еще что очень важно, что наставниками становятся и очень популярны те люди, которые могут передать контакты и связи. Что, в чем нуждается, в принципе, молодежь. То есть успешные люди легко берут и вводят в свой круг, вводят в свои, как бы, связи, видя, что молодежи это сейчас, может быть, не хватает, да, делятся своим опытом и наставляют. Причем сейчас, ну так можно сказать, предпринимательство, молодежь, те самые стартапы, которые сейчас стартуют, им этого как раз и не хватает. И они именно таких людей и ищут. Даже не с деньгами, даже, может быть, не со знаниями, а именно те люди, которые помогут им сориентироваться в определенной обстановке, помогут им, ну, обрести какой-то статус, да, среди, там, другого круга. Какие модели наставничества существуют в современном мире? Это, конечно же, влияние через подчинение. Руководитель-лидер влияет на своих подчиненных, взращивает их себе на смену. Болезненная тема. Одна из проблем, когда мы приходим в компанию, это то, что вышестоящее руководство боится, что сейчас, работая с молодежью, я подготовлю им замену, их сместят. Именно поэтому они блокируют какие-то совещания, собрания. Именно поэтому я, бывает такое, я прихожу в организацию, он говорит, извините, мы не можем к вам прийти, потому что нас вызвал руководитель и сказал о том, что сейчас ты должен быть не там, с Галией, чему-то учиться, а со мной здесь. Когда я прихожу, говорю, почему так происходит? Они говорят, это не приоритетно, то, что вы занимаетесь. Приоритетнее сейчас вот решать какие-то проблемы и так далее. Но потом, когда начинаешь уже общаться глубже, то понимаешь, что просто боится. Боится, что молодежь сейчас его просто подвинет. Хотя на самом деле, если ты наставник и ты внутренне уверенно силен, то тебя это вообще как бы не должно, в общем-то, беспокоить. Хорошо, что молодежь подготовленная и тебе помогает. Далее, ментор – это влияние без подчинения. То есть это влияние, ну, такого там, знаете, друга, товарища. Часто это распространено в студенческой среде. Ну, соответственно, есть такие распространенные понятия в России. Это учитель, да, руководитель в стиле коучинг, наставник. Давайте современный взгляд на наставничество, да, каким он должен быть. Ну, во-первых, он организатор, потому что он должен знать технологию развития человека взрослого и должен собирать вот эти процессы изменения людей воедино. Второй, конечно, эксперт, владеющий технологиями того, в какой области он развивает. То есть либо там хороший инженер, либо хороший механик, либо хороший юрист. Он психолог, потому что на пути развития всегда много трудностей и очень много срывов и откатов. И он должен уметь в момент срывов и откатов поддержать и помочь справиться с этими негативными эмоциями. Их достаточно много. Люди многое обещают, часто не справляются и перестают верить, что возможны изменения. Наставник является моделью поведения, вы правильно сказали. Наставник является моделью поведения жизненного, да, мудрой, человечной, вы говорили. И у него активная жизненная позиция. То есть он все время сам развивается, он сам двигается вперед. И он непоколимый контролер. Как вам кажется, для чего надо быть контролером? И что такое контролер? Суворов – это главная функция наставничества, о которой, в принципе, вы не сказали. А не суворовом сказать исполнительную дисциплину? Конечно. Чего-то лучше, но как и суворов. Конечно, да, да. Да, еще Суворов говорил, дисциплина – мать победы. Не будет дисциплины, не будет побед. А наставник – это человек, который заинтересован в победах у тех, кого он учит, да, у тех, кого он наставляет. И поэтому он может быть строг, он может быть требователен. И где-то даже, ну, такой жесткий, да, может быть, человек. И иногда, и я знаю эффективных руководителей и эффективных наставников, вы знаете, и они прямо могут ругаться, прямо даже могут кричать на подчиненных. И мне даже кажется, что это такое проявление любви. Да, проявление любви к подчиненным. То есть он так сильно их любит, что он даже на них кричит, вы понимаете, да? Все равно страшно. Ну, а если мы не любим, если они нам безразличны, то мы просто избавляемся от них. Как это не странно может быть, но мы хотим донести до вас, что наставники – это достаточно требовательные люди. Потому что невозможно получить результат, если вы не являетесь, ну, таким вот последовательно жестким человеком. И эта функция у наставника должна быть тоже развита. Именно поэтому система наставничества в Тибете – это постоянный, ну, может быть, вы слышали, да, всякие истории дзен, где там учеников то бьют, то сажают в темные комнаты и так далее. И там нет никакого расслабления абсолютно, то есть послабления, жалости нет. Вот, этот пункт, который немножко ушел, но он важен в наставничестве. Все остальное, в принципе, вы сказали, правильно подметили. Ну, и об этом можно очень долго рассуждать. Естественно, эта тема, если вам она интересна, мы ее можем продолжить в других. Да, и тут какой очень важный вопрос, да, важный вопрос. Вот вы это все обсудили, и вы назвали вот эти качества, да, и действительно, это человек, который, ну, как модель, такая приближающаяся к идеалу. И тут всегда надо задать вопрос, а я соответствую этому? А вот, а я позитивный, конструктивный, дальновидный, креативный ли я, да? То есть, насколько я вообще могу быть наставником и являюсь ли я наставником для кого-то? И вот это очень важные вопросы, чтобы задуматься, задуматься у себя и, может быть, подумать, а может быть, мне что-то надо развить, да? Может быть, надо что-то улучшить у самого себя, чтобы быть достойным, да, чтобы быть достойным. И что интересно, что вот качество нашей жизни, качество нашей жизни, а качество жизни, оно состоит не только, там, из количества денег, да, там, какой-то собственности, там, еще много всяких вопросов. Зависит от того, какие вопросы мы себе задаем, да, высокого ли качества эти вопросы, ну, а для чего я живу, да, какой у меня смысл в моей жизни, предназначение, а кому я помогаю, да, а кого я воспитываю, что я могу дать этому миру, этим людям. И хочется, чтобы вы задумались сейчас об этих вопросах. Может быть, в окружении есть человек, которому вы сейчас своим опытом и своими, может быть, взглядами просто необходимы, да? И, конечно же, здесь всегда нужно быть открытым для этого. Даже если к вам будут стучаться, проситься, если вы не готовы таким быть, вы никогда этого человека просто не увидите. А вы посмотрите в окружении, наверняка есть люди, которые, может быть, хотят с вами пообщаться. Может быть, у них есть какая-то цель, но, с другой стороны, если вы им поможете, то вы сделаете для них какую-то важную миссию. Знаете, в заключении я хотела бы рассказать вам историю про карандашных делмастеров. А Галина любительница истории рассказывает. Я монеты коллекционирую, а она истории, значит, и коллекционирует, и рассказывает их, да? Истериться. Есть такая профессия, разговаривать с карандашами. И вот карандаш... Историю надо внимательно слушать. Внимательно слушать историю. Она из типа дзен. Да. Карандашных делмастер взял карандаш в руку и сказал, ты знаешь, карандаш, ты создан для того, чтобы оставлять в этой жизни следы. Тот след, который ты оставишь в жизни, обязательно заметят люди. Они о чем-то задумаются. Может быть, что-то изменит в своей жизни. Может быть, взгрустнут, может быть, порадуются. Ты создан для того, чтобы в этой жизни оставлять следы. И ты будешь настоящим карандашом, и ты оставишь такой след, который обязательно заметят люди, если будешь помнить о некоторых правилах. Правило первое. Тебя когда-то кто-то возьмет в руку. Кстати, этого человека ты не выбираешь. Прими его, потому что один ты этот след не оставишь. Того и будут управлять. Правило второе. То, чем ты оставляешь след, находится внутри тебя. Береги это. Если ты будешь неаккуратным, неосторожным и упадешь с поверхности, твой стержень раскрошится, и тогда ты этот след не оставишь. Правило третье. То, чем ты оставляешь след, время от времени будет тупиться. Твой стержень будет тупым, след непонятным и нечетким. Тебя будут время от времени точить. Эта процедура некомфортная и болезненная. Прими это. Тебе придется время от времени проходить болезненное затачивание. Правило четвертое. Поверхности бывают разные. Шершавые, деревянные, стеклянные, тканевые, холодные, горячие. Слушай, не капризничай. Оставляй след на любой поверхности. Может получиться так, что в твоей жизни она будет одна. Будь активным. И правило пятое. Тебе от природы дана возможность исправлять свои ошибки. Что-то сделать более явным, что-то четким, что-то заштриховать, что-то выделить, что-то отметить. Пользуйся этим правом и исправляй свои ошибки. И вот если ты будешь помнить об этих правилах, ты будешь настоящим карандашом. Ты оставишь такой след, который обязательно заметят люди. Они о чем-то задумаются, что-то изменят в своей жизни, может быть, грустнут, скорее всего, порадуются. И с этими словами карандашин дел мастер отправлял карандаш в коробку, а коробку подала в продажу. Вот такая история. Дзен. Спасибо. Ну что, мы закончили, да? Ну, давайте подведем итоги. Почти закончили, да, подведем итоги. И какие итоги? Вот есть такая формула эффективного обучения. Формула очень простая. Она называется формула 3П. 3П. Вот каждый раз, когда вы чему-то научились, там, мастер-класс какой-то, тренинг, семинар, может быть, там, лекция, книгу прочитали, в конце концов, да, надо подводить итоги. Потому что если не будет итогов, то получается, что вот обучение было без толку, да. Это то же самое, что сеять пшеницу на асфальт, ну, не прорастет, вот, что-то не делай, какое не поливай. Поэтому надо обязательно анализировать. Правила 3П. Формула эффективного обучения. Первое. То есть это такой анализ. Делать будете, ну, у вас есть даже ручки, кто-то письменно может делать, у кого есть ручка и бумага. Первое П. Запишите, вот, у кого есть ручка, запишите. Первое П. Что я понял? Что я понял? Вот провели мы с вами полтора часа. Что я понял? О чем задумался? Что было для меня важным, ценным, полезным? Вот первое П. Что я понял? Что я понял? Для того, чтобы вот эти знания, они остались, да, чтобы вы стали вашей частью. Второе П. Какой у меня план? Какой план? Как я это буду применять? Как я это буду применять? Какой план внедрения вот то, чего я понял? Того, чего я понял? Какой план? Прямо какие-то шаги. То есть, что я буду делать? Может быть, я введу систему наставничества у себя в компании? Может быть, там, ну, книгу почитаю? Может, на тренинг, в конце концов, схожу, руководитель, наставник. Какой план внедрения этих знаний? И третье П. С кем я поделюсь? Вот это очень важный тоже пункт. С кем я поделюсь? Вот то, что я осознал, то, что я понял, то, о чем задумался. Вот, Наталья, как вы думаете, почему важно делиться знаниями? То есть, зачем вообще это надо рассказывать кому-то? Наверное, чтобы на пункте все произнесенное воспринимается, все виденное воспринимается. Ага. Я когда говорю, понимаю, поняла. Закрепить материал. Да, то есть, если я могу об этом говорить, то я закрепляю. Я сам учусь, когда учу других, получается. Это первое, да? То есть, чтобы лучше запомнить. Второе, опять же, мы уже выступаем в роли наставников, мы с кем-то поделились информацией, да? Потому что вот элементарно там, скажем, есть у меня там тысяча евро, да, в кармане, я 500 отдам Наталье. У меня стало на 500 меньше, правильно? Было 1000, стало 500. Но если я знаниями поделился, то они и у Натальи, и у меня, и у меня лучше закрепились, да? Знаний в мире стало больше. Поэтому надо делиться. И прямо 3-5 фамилий, прямо имен фамилий, кому вы расскажете. То есть, это тех людей, которых здесь нет. Может быть, это ваш близкий человек, может быть, это ваш сотрудник, может быть, ваш руководитель, ваш подчиненный или коллега. То есть, какие-то вещи, о которых вы задумались, вы их донесете этим людям. Вот, пожалуйста, у кого есть ручки, бумага, прямо письменно это запишите. Ну, у кого нет, ну, в голове ответьте на эти вопросы. Итак, друзья, и на этом мы заканчиваем свой мастер-класс. Рассказали вам про наставничество, вот важность этого. Если вы хотите уже деталей, конкретики, да, развивать свои компетенции как руководителя, как наставника, приглашаем вас на тренинг. На тренинг уже на такой, на полноценный, где прямо будем тренировать навыки. Рассказали вам про наставничество. Рассказали вам про наставничество. Рассказали вам про наставничество.